Естественно, как и все остальные разы, мы начнем с воспоминаний, потому что что еще остается старикам, кроме как воспоминания? Вы помните это из нашего прошлого обсуждения. Воспоминания, естественно, будут не обо всем, а только о той главе, которую мы не успели дочитать. Это глава 2 книги 2, Сократ и его прекрасный сын Лампрокол, его старший сын. Я напомню вам логику, она довольно интересная, их рассуждение до момента, на котором мы остановились. Собственно, 1.3 Сократ заявляет нам, что неблагодарность является высшим видом нестроведливости. Затем происходят параграфы 3.6, где Сократ объясняет, почему благодарность родителям это обязательно. Сейчас мы подробнее об этом поговорим, потому что это очень интересный для нас момент. Значит, аргументы такие. Жизнь есть основа для получения блага. Но не только для блага. Он не говорит об этом. Значит, жизнь не есть благо, потому что если бы Сократ сказал нам, что жизнь это благо, он был бы Томасом Гоббсом. Жизнь не есть благо. Жизнь является основой для блага, потому что она позволяет получать блага и создать прекрасное. Помните, что благо это агафос, а прекрасное, ну, да, все правильно, а прекрасное это колосс. То есть колосс и агафос разделяются между собой. Это разные две вещи. И что самое интересное, смотрите, Сократ не говорит, что жизнь это благо, но он говорит, что смерть это худшее зло. То есть, когда родители, сейчас мы дойдем, давайте сначала дойдем, второй аргумент. Родители дают жизнь детям. Родители дают жизнь детям не из похоти, а намеренно. То есть, рождение ребенка это рациональное решение. Мы должны все время задаваться вопросом, в чем причина такого решения. То есть, рациональное решение это обоснованное решение. То есть, вы делаете что-то ради чего-то. Вы не делаете что-то просто так. Ради чего заводят детей? В. Сократ разделяет отца и мать. Отец занят. Сейчас мы поговорим об этом. Давайте я просто здесь напишу роль отца. Кто помнит, чем занят отец? Добывает. Ну, создает все условия для решения. Накапливает Иисуса. Да, да. Хорошо, хорошо. Ну, как может. Сократ не говорит, как именно. Г. Смотрите. Роль отца накопления Иисуса давайте. Чтоб было просто. А затем идет роль матери. Что она делает? Она носит, рожает, кормит, заботится. То есть, отец всего лишь накапливает ресурсы. Сейчас подробнее об этом. А мать и носит, и рожает, и кормит, и заботится. Единственное, что она не делает, это воспитание. Потому что Д. Роль родителей. Значит, носит, рожает, кормит, заботится. Роль родителей заключается в том, чтобы воспитать ребенка, вернее, найти ребенка-воспитателя, найти ребенка-учителя. Естественно, учителя с целью улучшения, как говорит нам Сократ. Дальше 7-8. Роккл согласен, что надо быть благодарным за все это. Но он не может. В том смысле, что он, конечно, готов любить свою мать, но она с ним делает такое, что он просто не в состоянии ебить. И дальше мы двигаемся по линии, но сейчас это потом. Что мы должны увидеть в определенных вещах? Значит, первое. Несмотря на то, что смерть – это величайший озлог, жизнь как таковая не есть величайшее благо. Только определенный вид жизни есть благо. То есть, жизнь, благо, есть нечто внешнее по отношению к жизни. Второе. Рациональное решение, о котором я уже вам говорил, подразумевает под собой какую-то цель. Какая цель воспроизводства? Увеличивать ряды, войска. Нет, нет, нет. Создавать город. Сократ не говорит. Это понятно, но Сократ не говорит об этом. Что потом нефигарка. Хороший ответ, да. Но будьте внимательны. Значит, когда Сократ говорит о роли матери, он говорит, что она делает все, что она делает, еще не видя благодарности в ответ. Иными словами, мать как раз рассчитывает на благодарность. Почему? Потому что она дико вкладывается в ребенка именно с расчетом получить что-то от него потом. А чем занят отец в это время? Что это за накопление ресурсов? В чем оно выражается? В чем оно заключается? Как оно называется? Как называются ресурсы, накопленные отцом для ребенка? Наследство. Конечно! Роль отца заключается в том, чтобы накопить наследство. Что ты говоришь, сыну, а он мать. Нет, смотрите. В том будущем, о котором идет речь, отец ничего от сына не получит. Он сыну все отдаст. В том будущем, о котором идет речь для матери, она все от сына получит. То есть расчет именно такой. У отца гигантские проблемы. Почему? Все очень логично. Он никак не участвует в рождении, кормлении, воспитании. У него нет никаких проблем. Даже воспитание в широком смысле это не его личная роль. Это роль родителей. В рождение ребенка целиком вкладывается мать. Поэтому только мать ожидает от ребенка благодарности. Итак, мы понимаем в широком смысле. Отец ожидает, что ребенок все у него отнимет. Ну так и будет. В этом смысле Сократ снова подрывает отцовский авторитет. Если благодарность является справедливым деянием в ответ на благодеяние тебе, то единственное, что оказывает благодеяние ребенку, в полном смысле этого слова, это мать. И она делает это с расчетом. Увидеть от ребенка благодарность. Отец не оказывает сыну никаких благодеяний. Поэтому и не может рассчитывать от сына на какие-либо благодарности. Смотрите, они воспитывают его вместе роль родителей. Не воспитывают, да. Не воспитывают вместе. А как это? Мать не воспитывает и не воспитывает вместе. Смотрите, в чем заключается воспитание? В том, чтобы подобрать учителя, который сделает вашего сына лучше. Поэтому мать не воспитывает ребенка. Она его выносит, она его рожает, она его кормит, она о нем заботится, но воспитание в смысле нравственного улучшения – это дело профессионального учителя, потому что в этом она ничего не смыслит, ровно как и отец. То есть воспитание родителей найти левого третьего человека? Помните с точки зрения Сократа, который высказывает обвинитель во второй главе первой книги? Сократ говорил, что если ты идешь в суд, тебе не нужен отец и родственники, тебе нужен человек, разбирающийся в праве. А если ты болеешь, тебе не нужен отец и родственники, тебе нужен врач. Иными словами, если знание – это сила, то отец, который ничего не знает, вам ничем не поможет, а он ничего не знает. Если вы собираетесь становиться лучше, вам нужен тот, кто занимается этим профессионально, а не тот, кто занимается этим любительски. И точно так же, как вы не сами учите своего ребенка грамоте, а отдаете его профессионалу, вы не сами учите своего ребенка музыки, а отдаете его профессионалу, точно так же касается и самого главного – привития ему, добродетели или, как у нас написано, нравственных качеств. Вы не сами его этому учите, потому что вы явно не профессионал. Вы должны отдавать его профессионалу. Как-то так было или это вы как рассуждаете? Нет, это так говорит Сократ своему сыну. Конечно, идея о том, что знание это сила, и что вы должны отдавать ребенка знающему, а он должен подчиняться знающему, а не родителям, это тот аргумент, который обвинитель выставляет против Сократа. Заявляя, что тем самым он подрывает авторитет отца. Но ведь в чинофонном как раз это и показывает, как Сократ подрывает отцовский авторитет. Почему Сократ может подрывать отцовский авторитет даже по отношению к собственному сыну? Ответ очень простой, потому что он вообще никакой отец. Долг отца, роль отца заключается в том, чтобы накапливать наследство. Сократ ничем не копит, у него нет никакого наследства ни для одного из своих сыновей. И уж тем более он не ищет им воспитателя. Потому что по идее этот воспитатель это кто? Он сам, естественно, но он не занимается воспитанием своих детей. Решающий момент здесь, наверное, не сам Сократ, а тот факт, что роль отца в рождении ребенка, а значит благодарность ребенка по отношению к отцу, на самом деле минимальна или вообще нулевая. Помните, патриархальное общество держится целиком и полностью на нескольких табу и уважении к старшему, то есть уважении к отцу. Сократ объясняет нам, что так как уважение в данном случае является результатом благодарности, а благодарность является результатом социального контракта «ты мне, я тебе», то так как отец ничего не дает своему ребенку, ну, подразумевается, до самой смерти, то никакой благодарности при жизни ребенок отцу не обязан. Или обязан только минимально. Потому что участие отца в рождении ребенка это те несчастные пять минут, о которых вы долго думаете и которые быстро заканчиваются. Хорошо, есть ли какие-нибудь вопросы по этому моменту? У меня есть, у вас есть. Сначала ваши, потом мои, давайте. Вы сказали, что отец ничего не знает, но накопление ресурсов – это определенная деятельность, определенная деятельность предопределяет определенное знание. Когда мы говорим о накоплении ресурсов, о какой деятельности идет речь? Как называется эта деятельность? Мы обсуждали ее с вами в то же раз. Конечно, это экономическая деятельность. А когда речь идет о воспитании ребенка, речь идет о чем? О добродетели, конечно. Накопление ресурсов не имеет никакого отношения к воспитанию. Экономика не имеет никакого отношения к добродетели. Поэтому, хотя отец обладает знанием, например, он там крестьянин, или кожевеник, или даже солдат, хотя вряд ли, это не имеет никакого отношения к нашему воспитанию ребенка, то есть к подлинному воспитанию. Поэтому его знание здесь абсолютно бесполезно. Ещё какие-нибудь вопросы? Да, у меня ещё вопрос. Почему отец ничем не обязан перед ребёнком? Точнее, почему сын не обязан благодарности отцу, если он же всё-таки наследство ему отдаёт? Ну, смотрите, он ведь отдаёт... Вы хорошую мысль отдаёте мне. Он отдаёт наследство, когда... Когда жён и рай... Естественно, поэтому смотрите. Дальше Сократ скажет вам тропу. Ведь государство, даже государство требует, чтобы ты уважал родителей. Оно спрашивает тебя о могилах отца. Естественно, уважение к отцу происходит только тогда, когда отец выполняет свою часть контракта. И более того, при условии, если он действительно это выполняет. То есть, когда Сократ умрёт и ничего не оставит своему сыну, что он должен будет сделать? В смысле, какая благодарность от нищего отца? Ищему отцу. Я жду от вас решающего вопроса. Благодарность за жизнь? Жизнь не есть благо. Но она основа блага. Она основа всякого блага, конечно. Как она основа всяких проблем. Так если сын добился этого блага, то он должен быть. Нет, смотрите. Если он получил это благо от отца, то должен. Но он получает его, когда отец умил. Если получает вообще. Да. Возможно, в случае нищего сын должен быть благодарен за то, что его отец не передал ему долги. У наследование долгов, по-моему, уже было отменено. Хотя я не буду про это говорить. Наоборот. Но если вы у наследовали долги, тогда надо быть неблагодарным, а наоборот неблагодарным. То есть, как бы, благодарность за ничего – это не социальный контракт. Это несправедливо. Ещё какие-нибудь вопросы? У меня есть был автор, который мне кажется наиболее интересным. Хорошо. Допустим, всё это действительно так. Каково рациональное основание для создания детей? С точки зрения матери всё понятно. Это её будущее. А с точки зрения отца? Занять мать чем-нибудь. Помните, как Сократ объясняет этого Ломброфлу? Если бы мы только хотели похоть, мы бы ходили к проститутку. Не было бы никаких жён у нас. Мы бы не создавали, не заводили семью. Он не говорит об этом своему сыну. Тут вообще нет такого контекста. По крайней мере, пока. Сократ только говорит нам, что это абсолютно нет никакой похоти. Это абсолютно рациональное решение. И более того, Сократ даже последовал этому решению. Завёл не одного, а целых трёх детей. По крайней мере... Более того, Сократа, когда они вообще что-то там пытаются ответить на вопрос у детей. Вы можете и так, и так попробовать. Да. Ну, здесь несколько вариантов, возможно. Это может быть как, чтобы они продолжали его учение. Нет, смотрите, они не могут продолжать его учение, потому что Сократ их ничему не учит. И отец в целом ничему не способен научить ребёнка, потому что он не профессионал в воспитании. Ещё что у вас ещё было? Цель воспроизведения. Не подойдёт. Эротизм выброшен. Сократ говорит, это не желание... Это не желание тереться друг от друга, как свинья о камне. Это желание... Это рациональное решение. То есть это не тогда, когда вы увидите прекрасную девушку. Это тогда, когда вы наконец-то успокаиваетесь, закрываете глаза, отворачиваетесь, от неё говорите, ну хорошо. А логика Сократа у нас отворачивается логикой других мужчин? В этом вопросе... Хороший вопрос. Хороший ответ – это философское произведение. Значит, ксенофонд не включает туда то, что не имеет значения для философии. Иначе бы мы видели, как Сократ ест, как он спит, как он трётся Аксантипу. Это всё не имеет значения. У меня в главе только из-за статусности, но мне кажется, Сократу кофит. Ну да, здесь не идёт речь о статусности, конечно же. Версия, о которой вы говорите, она довольно приемлема, конечно. То есть это связано со статусностью. Не родил, не мужик. Ну вы же говорили, что там, если ты хочешь получить удовольствие, есть мальчик. Для того, чтобы не долг, ты идёшь к девочкам. Смотрите, это очень хорошее замечание. Сократ ничего не говорит вам Проклу о мальчиках. Во время поднятия вопроса об удовлетворении и похоти. Только о проститутках. Почему-то Лам Прокл не принадлежит к тому классу людей, которые должны заниматься или занимаются петеростей. К которым принадлежит, я напоминаю вам, собственно, ксенофонд, алкивиад, критий. Лам Прокл не из этого класса. И поэтому с ним этот разговор не поднимается вообще. Хорошо, есть ещё какие-нибудь идеи, помимо того... Сократ, он же не мог объяснить, чего у него это было, в общем, это всё случайно. А он должен объяснять, что-то кому-то, вот и пытается что-то дорожить, но он не связывается, он не что-то из такого. Вы же понимаете, что это не уличная беседа, а написанная человеком книга. И всё, что в этой книге написано, написано это не глупым человеком. И значит, что если у него есть какая-то мысль, он хотел её донести, а не просто хотел глафоманить до бесконечности. Чего это рационально? Смотрите, жена попросила у него все так же. Смотрите, патриархальное общество, это он женится, и это он заводит детей. Даже если вы сегодня откроете биографию какого-нибудь чиновника, в конце будет сказано, оладил твоих детей. Да. Смотрите, а если сын достигал определённого возраста, призывались ли в армию, допустим, на самом деле, не призывались, а отец и сын могли призваться, или всё-таки... Ох, хороший вопрос, но это исторический вопрос. По идее, могли оба до тех пор, пока им обоим не... Ну, отцу не достигал возраста, не призывнул. Отец не достигал непризывного возраста. Но обычно старались так не делать, насколько я знаю. То есть призывают одного, либо отца, либо сына. Ну, понятно почему, семья должна продолжаться. Ну, вот поэтому, мне кажется, в этом есть рациональный момент. Ну, смотрите, давайте легко можем убрать это. Если у вас трое детей, то могут призвать и отца, и сына, и род не прерваться. Ну, да. Ладно, я поставил вас в тупик. Давайте тогда будем двигаться дальше с того момента, на котором мы остановились. Или давайте я доведу до конца. Почему нет? Значит, 7-8, Лампрофилл говорит, что он должен быть обязан, он должен быть благодарен, но не может. Там очень интересный момент. Сократ его спрашивает, кто хуже, мать или дикий зверь? И Лампрофилл честно отвечает, что вообще-то дикий зверь, мать хуже, мать гораздо хуже. Лучше быть брошенным и вам, чем разговаривать с этим дикой. И тогда Сократ переходит к следующему аргументу. Он очень интересный. Жестокость матери, говорит он, ненастоящая. И приводит метафоры с актером. Как в театре люди ругаются друг на друга, но это понарошку, так и мать, ругаясь на своего сына, ругается понарошку. Как доказывается этот аргумент? Очень просто. Она все равно его любит. То есть она ругается, но это не злоба, это не конфликт. В основе этой ругани все равно еще любовь. Тогда мы задаемся вопросом. Хорошо, если в основе жестокого отношения матери к сыну все равно лежит любовь, если это все понарошку, зачем это делается? Ну и вопрос, что... Конечно. Какую любовь говорить, если вы сказали, что мать только рожали для того, чтобы он ее благодарил, а что такое любовь? Нет, смотри, 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 смотри. Благодарность происходит в ответ на услугу. А услуга это любовь? В том числе. Во всех ее выражениях. Она о нем заботится, она о нем обожает. Она его оберегает, она его рожает. Конечно. Она ждет, что в конце он будет благодарен ей за все эти услуги, которые она ему оказала. В том числе ответит любовью на любовь. Я думаю, возможно, я ее люблю для того, чтобы ты мне... Нет, 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 смотрите. Вы же не любите, вы рожаете ребенка. А любите вы его, потому что он ваш. Мы это обсуждали в прошлый раз. То есть вы же не любите всех детей, и вы не хорошо относитесь ко всем детям, а только к своим. И почему вы хорошо относитесь не ко всем детям, что все дети плохие, только ваш хороший? Нет. Все дети не сделают вам то, что сделает вам башь, когда вырастет. Итак, эта жестокость ненастоящая. На самом деле она его любит. Вопрос. Зачем тогда быть жестокой по отношению к собственному сыну? Нет, конечно. То есть мы знаем, что у нее тяжелый характер, и поэтому она относится ко всем так, как относится. И пилит, и вызывает истерики, и прочие вещи. Мы только вариант с антипой, жестокостью рассматривали. Наказывала ли вас когда-либо мать? Наверное, в раннем детстве. Ну, определенно, да. Но это же не было наказание с целью... То есть это же не было наказание с целью жестокости. Тогда, скорее всего, что-то, скажем, та штука, как в облаках, не произошла. Смотри. Некое формирование отвращения. Нет, нет, нет. Это еще не стю. Это еще не стю. Но ведь, в принципе, на протяжении этой главы, да, сапер потом нигде не затрагивает тему того, что мать причиняет злому такими разговорами своему сыну, да? Как бы, наоборот, он делает упор на то, что, как бы, она им заботит, и он должен быть ей благодарен. А вот вопрос, да, вот по поводу того, что, как бы, ему плохо от ее разговоров, да? А цель-то потихонечку уходит. Да, да, конечно, конечно. Это нормально. Но мы же не просто слепые участники этой беседы. Мы должны подумать, почему... Мы должны попытаться задаться некоторыми философскими вопросами по отношению к проблемам, которые поднимает свой уход. Вот, что я хочу сказать. Еще вопрос. А это, по сути, не образовывая жена собраться? Да. Как получается, он же не воспитывает детей, значит, у нас что-то... Нет, никто не воспитывает детей. Никто не воспитывает детей, но он вообще не воспитывает. То есть она как жена, то есть проявляет приростопы, чтобы как-то дать роль на себя, что ли, там, просто, чтобы они ее положили. Нет, смотрите, мы исторически знаем, что у нее просто характер такой. То есть она ко всем так относится. Ее все не любят. Ее даже Сократ с трудом выносит. Но каким-то образом он должен привить эту философскую черту терпения сводливой жены своему сыну. Конечно, вы можете ответить исторически. Ее жестокость – это результат ее характера, ее плохого характера. Но ведь речь идет не в узком смысле о ней, а обо всех матерях. Мы можем сказать, что матери действительно бывают жестокие по отношению к своим детям, но понарошку, в смысле продолжая их любить. Ладно, давайте посмотрим, что у нас дальше, потому что дальше идет чуть более интересные для меня лично моменты. В ответ на это молодой человек сказал, хоть он и сделал все и другое во много раз больше, но право... Все это и другое. А, все это и другое. И во много раз больше. Но право никто не мог бы вынести ее от тяжелого характера. Тогда Сократ сказал, что же, по-твоему, труднее выносить любви к двери или матери? Я думаю, отвечал он матери. По крайней мере, такой. Как разве она когда причинила тебе какую-нибудь боль, укусила тебя или легнула? Вроде того, как это многим случается испытывать от животных. Нет, но прямо с детством она говорит такие вещи, что готов всю жизнь отдать, только бы этого не слушать. А ты, возразил Сократ, мало думаешь, доставлял ей хлопоты, криками и поступками. И днем, и ночью капризничая с детства. Мало горя во времени болезни. Давайте мы на этом остановимся. Смотрите, как Сократ пытается выйти из этой ситуации и почему мы видим, что этот выход неадекватен. Когда ребенок причиняет неудобства своей матери, он делает это сознательно или нет? А когда Ксантипа причиняет неудобства своему сыну, она делает это сознательно. В этом большая разница. Однако, отвечая он, я никогда не говорил ей и не делал ничего такого, от чего ей стало бы стыдно. Логично. Он ничего не говорил, потому что дети ничего не говорят. И уж тем более он ничего не делал, потому что дети ничего не могут сделать. Что же сказал Сократ? Разве думаешь, тебе тяжелее слушать ее слова, чем актерам, когда они в трагедии говорят друг другу самые неприятные вещи? Нет, я думаю, они равнодушно к этому относятся, потому что видят, что кто бронится, бронится не с целью сделать неприятность. И кто грозит, и грозит не с целью причины никакого зла. А ты прекрасно понимаешь, что когда мать говорит тебе что-нибудь, то у нее нет на уме никакого зла. Она против, она желает тебе добра, как никому другому. И все-таки сердишься на нее. Или ты предполагаешь, что мать желает тебе зла? Понятно, почему мать желает тебе добра, потому что она желает, чтобы добро к ней рано или поздно вернулось. Конечно, нет, отвечал он. Этого я не думаю. Тут Сократ сказал. Значит, хоть она желает тебе добра и во время твоей болезни прилагает все заботы, чтобы ты выздоровел и не нуждался ни в чем необходимым, хоть она, кроме того, усердно молит богов за тебя и исполняет обеты, ты все-таки говоришь, что у нее тяжелый характер. Я думаю, что если ты не можешь выносить такой матери, то не можешь выносить счастье. Да, значит, по поводу расположения вы можете посмотреть 1.2.51, где родительское расположение, если мне не изменяет память, обсуждается. Там идет речь о том, что одного расположения явно недостаточно. Нужно знание. Иксантипа не обладает никаким знанием. И в этом смысле она не может управлять своим сыном, потому что на самом деле она не знает, в какую сторону его надо поворачивать. Она только может портить его. Однако Сократ говорит о том, что забота... Да, и второе замечание, естественно. Когда Сократ говорит, что она молится, о чем она молится? Вот только что мы прошли. За тебя исполнит обет. О здоровье сына она молится. Естественно, я напоминаю вам, что с точки зрения Сократа это абсолютно неправильная молитва, потому что молиться о чем-то конкретном нельзя. И все-таки Сократ пропускает все это мимо ушей и говорит следующее. Я думаю, что если ты не можешь выносить такой матери, то ты не можешь выносить, конечно же, не счастье, а благо. Помните, что жизнь – это основа для блага. И помните, что жизнь – это основа для блага и прекрасного. Есть разница между благом и прекрасным. Есть два типа людей. Три типа, как мы помним. Одни жаждут прекрасного, другие – блага. И третий – и того, и другого. Так вот, когда Сократ говорит, что хотя жизнь – это основа для блага и прекрасного, но Лампрокл живет жизнью благой, он подразумевает, что Лампрокл не живет жизнью прекрасной, что Лампрокл не знает прекрасного. Иными словами, он подразумевает, что место Лампрокла – это место тех, кто жаждет блага. То есть Лампрокл встает в один ряд с теми из учеников, или с теми из антуража Сократа, которые стоят максимально далеко от философии. То есть с теми, кто находится во второй книге, а не находятся в третьей или в четвертой. Слушайте, а вот жестокость не может быть обоснована тем, что Мань, условно говоря, видит, что он не может отдать ей все то, что она делает? Нет, потому что он еще ребенок. Не, ну как бы она просто смотрит, что... Ну, без психологии никак. Не, просто она смотрит, что вложения не отобьются. Нет, а если вложения не отобьются, то надо бросать. Но никто не бросает свое, потому что всегда есть завтрашний день. Может, как раз-таки она предсказывает, что если он будет двигаться таким образом, он как раз-таки не достигнет блага, которую он сможет отдать. И она своей жестокостью его... корректирует его путь. Пытается воспитывать, вы хотите сказать. Ну да. Да, но мы же понимаем, и Сократ нам на это указывает, что даже если она пытается его воспитывать, это неправильное воспитание. А скажи мне, продолжал Сократ, признаешь ли ты необходимость уважать кого-нибудь, или ты решил не стараться никому на свете нравиться и... Повиноваться. Повиноваться. Ни командиру, ни другому какому начальнику. А вот здесь интересный момент. И мы увидим, как аргумент повернется. Сократ говорит, подчиняться и нравиться. А потом будет говорить только о том, чтобы нравиться кому-то другому, а не подчиняться ему. Раз я обращаю на это ваше внимание, я жду, что вы мне объясните, почему опускается серьезнейший аргумент. Итак, Лампроклу не нравится его мать. И он, естественно, не хочет ей подчиняться, потому что она отвратительна. И Сократ спрашивает его, ты хочешь не подчиняться только матери, или ты вообще не хочешь никому нравиться и никому подчиняться? Нет, клянусь, девца. Обратите внимание на клятву, это уже вторая в их разговоре. Я готов, отвечал Лампроклу. Значит, предложил Сократ, ты соседу хочешь нравиться, чтобы он давал тебе огня в случае надобности и оказывал тебе содействие в хорошем деле или случае? Или в случае какого несчастья помогал, как добрый сосед? Да, помогая. Мне вот здесь возник один вопрос. У Сократа здесь имеется определенное противопоставление уважения нраву и повиновению. Я признаю, что ты необходима уважать кого-нибудь. Нет, смотрите, уважение как раз-таки заключается в повиновении и в том, чтобы нравиться. Скажи мне, продолжал Сократ, признаешь ли ты необходимость уважать кого-нибудь? Или ты решил не стараться никому на свете не нравиться, не повиноваться? То есть выражение уважения заключается в том, чтобы пытаться понравиться и повиноваться тому, кого вы собираетесь уважать. Итак, Сократ понимает, что ветвь, о которой он говорит, тупиковая. Что Лампрокол, конечно, ничего не понимает в том, что говорит ему Сократ, но он инстинктивно не может преодолеть сложившиеся отношения с матерью. Поэтому Сократ начинает заходить с другой стороны. И мы увидим в следующей главе этот заход более активно. «Если ты хочешь нравиться соседу, если ты хочешь получить от соседа благодарность, ты должен сначала сделать для него что-то». «Да», — отвечал он. «Ну а спутник в дороге или на море или другой кто, с кем встретишься, все равно для тебя другом ли он станет тебе или врагом, или ты находишь нужным заботиться об их расположении к тебе?» «Да», — отвечал он. «Да, и снова, если ты хочешь, чтобы ты понравился человеку, ты должен для него что-то сделать. Объясните мне, куда девался аргумент о подчинении? Ведь дальше тема меняется». Смотрите, куда клонит Сократ? Пока вы думаете, я попытаюсь вас немного разручить. Куда клонит Сократ? Сократ клонит к тому, что, чтобы предотвратить жестокость к матери, надо начать к ней подлизываться, надо начать делать ей услуги. И, естественно, это будет в следующей главе объяснено подробнее. Чем больше мы даем тому человеку, которому хотим понравиться, тем больше начинаем ему нравиться. Жестокость матери, раз она не может быть преодолена тем фактом, что это не настоящая жестокость, может быть подавлена тем фактом, что вам прокол просто начнет не конфликтовать с ней, а услуживать ей. Куда девается подчинение? Если ты хочешь понравиться человеку, то есть, если ты хочешь, чтобы он начал тебя любить, начинай ему прислуживать. Куда девается аргумент о подчинении? Он отождествляется? Нет, наоборот. Он отождествляется с тем, чтобы... Смотрите, давайте... На сути одно и то же. Раскруйте. Что бы понравиться некоторому человеку, которому есть цель понравиться, начинай услуживать ему, но услуга, которая идет от тебя, ты не знаешь, что ему нужно. Он сам тебе скажет, что ему нужно. Нет, если услугу оказываете вы первым, поэтому вы, как правило, не ждете. Вам не говорят. Нет, это понятно, что напрямую мне скажут. Это подчинение, да? То есть, услуга – это подчинение. Тогда зачем Сократ разделяет? Это нравится и повиноваться. Смотрите, если вы хотите кому-то понравиться, начинайте прислуживать им. Хорошо. Но зачем тогда разделять? Нравится и повиноваться в самом начале? Я думаю, здесь он просто уточняет. Хорошо. Еще как-нибудь в реальном мире. Когда Сократ говорит о повиноваться, он говорит о командирах и других начальниках. Ну, там наверняка архе стоит. То есть, говорит о политике, он не говорит о матери. Должны ли вы нравиться своему военному командиру? Ну, вообще, для вас было бы неплохо нравиться. Нет, это понятно. Но есть разница между хорошо и обязательно. Не должны. Нет долга нравиться, но есть долг подчиняться. Значит, нравится им подчиняться, это все-таки разные вещи. В данном случае, да, поэтому он разделяет их. Да. Но потом он их отождествляет. Но потом он их отождествляет. Для ответного случая. Для какого? Ведь речь идет о соседе и о тех... То есть, подчиняться надо соседу. Нравится соседу и подчиняться соседу одно и то же. И нравится... Если он выбирает подчиняться. Если вы понимаете, если он выбирает подчиняться одно из двух, либо он, в принципе, считает это неважным, либо отождествляет... Смотрите, к чему я пытаюсь вас склонить. Как подчиняться командиру обязательно, а нравится не обязательно, так нравится соседу обязательно, а подчиняться не обязательно. Значит, это все-таки разные вещи даже в случае с соседом? Хорошо. Давайте попробуем дальше. Да, отвечал. Нет больше несправедливости, чем неблагодарность. И тут Сократ говорит нам, что государство не наказывает за эту форму несправедливости. За высшую форму несправедливости. Государство не наказывает. Вопрос. Если государство не наказывает за высшую форму несправедливости, значит оно не заинтересовано в справедливости в целом. А в чем оно тогда заинтересовано? За что оно наказывает? За неповиновение государству. Что логично. Но тогда неповиновение государству и несправедливость это разные вещи. Подрывая отцовский авторитет, Сократ вслед за ним начинает подрывать государство. Помните, что обвинение заключается в том, что подрывая отцовский авторитет, один из аргументов, он также учит молодых людей не уважать законы. И вот он собственного сына, естественно сын-то ничего не понимает, а мы-то понимаем, учит не уважать законы. Но если кто не почитает родителей, того оно подвергает наказание, и как оказавшегося при испытании недостойным, не допускает занятию государственных должностей. А находя, что он не может с надлежащим благочестием приносить жертв, приносимых за государство. И вообще ничего не может делать хорошо и справедливо. И заметьте, это единственная клятва Зевса Сократа. Именно с девцом, если кто не украшает могилу умерших родителей, и об этом государство производит расследование, при испытании должностных лиц. Значит, аргумент от государства звучит следующим образом. Государство уважает тех, кто уважает своих мертвых родителей. Не, заметьте, мертвых ключевое здесь слово, то есть кого в первую очередь? Отца, потому что именно о могиле отца и надо все время говорить. То есть сын должен быть благодарен отцу после получения наследства. Это логично и государство это проверяет. Но государство не проверяет неблагодарности в целом. Неблагодарность не есть его точки зрения преступления. Только неблагодарность к родителям. Но опять же, неблагодарность к родителям не есть преступление. За нее не наказывают. Неблагодарность к родителям это то, что мешает человеку занимать государственные должности. Это минимальное наказание. В смысле, это ведь не наказание вообще. Не занимать государственные должности. Это просто ограничение. И, наконец, Сократ переходит к решающему аргументу. Если государству все равно, то кому же не все равно? Так вот, сынок. Так вот, сынок. Если ты благоразумен и у богов проси прощения за непочтительность к матери. И снова, если у богов надо просить прощения, надо молиться богам о прощении. Это неправильная молитва с точки зрения. И снова, заметьте, только к матери. О неблагодарности к матери. Сократ ничего не говорит о неблагодарности к отцу. Смотрите, люди и боги не государства и родители. А люди и боги одинаково не любят неблагодарных. Почему люди не любят неблагодарных? Наверное, понятно. Потому что, если вы неблагодарные, то когда вам сделают благодеяние, вы не ответите им. Жизнь в коллективе зависит от благодеяний и ответа на благодеяние. То есть, от контракта, исполнение которого есть справедливость. А почему боги не любят неблагодарных? Являются ли боги благодарными? В смысле, отвечают ли боги на благодеяние людей всегда? На жертвы? Отвечают ли боги на жертвы? Отвечают ли боги на молитвы? Всегда. Понятно. Всегда. А в чем суть, когда молитвы, если на них не отвечают? Хороший вопрос. То есть, если сейчас вы помолитесь Господу нашему единому и неделимому о камне с золотом, или о цепочке с золотом, она упадет с неба? Нет, мы же уже говорили, что надо как-то молиться. Мы, конечно, говорили об этом, но Сократ не говорит своему сыну об этом. Он-то говорит прямо о противоположном. Да, у вас. Нет, я просто не знаю, что, действительно, мы говорили о том, что абстрактная молитва должна быть. Мы можем вполне ей столь давать, что через 10 лет она появится. Ну да, 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 но здесь-то речь идет о вполне конкретном. Да. А что, если мы взглянем на отношения, скажем так, богов и людей, да, немного иначе? Не боги нам дают что-то, да, благодарность там, да, на просьбу, а наоборот. Когда они что-то дают, да, то они могут рассчитывать на молитву как на благодарность. Это здорово, но ведь порядок всегда обратный. Не вы получаете и молитесь, а вы молитесь, чтобы получить. Как боги не люди, которые сами не сравнивают, там, в принципе, понимаете? Я хочу вас на это и вывести, конечно. Если боги не отвечают на все жертвы и все молитвы, значит, боги какие? Неблагодарные. Неблагодарные. А значит, боги обладают высшим видом или проявляют высший вид несправедливости. Ну они-то, например, знают, ну, наверное, допустим, как... Они это... Они это боги. Они воспитанные дети, там они просят, там, не знаю, ничего, например, работают, там, принятия, например, знают, да, 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 да. И они, как выражены, дали, что они несправедливы. Смотрите, справедливость предполагает ответную благодарность на сделанную вам услугу. Нет, это мнение не предполагает. Ну мы просто обсуждаем философию Ксенофонта, я понимаю. Да, я понимаю. Хорошо. Почему государство требует... Давайте вернемся немножко назад. Почему государство требует уважения к родителям? Зачем государству могилки ваших родителей? Ну я думаю, там политический расчет есть. Ну я слышал. Потому что, если ты элементарно там отцу или матери неблагодарен, то если тебе государство сделает что-то и попросит обратно, то ты тогда и в этом случае не сделаешь, потому что ты неблагодарен. Нет, смотрите, если... А есть традиция, это такое, политическая расчетность. Хорошее замечание. Расчетность политического действия. Но ведь помните, что если вы просто неблагодарны, то государству все равно. И об этом сказано прямо. Да. Но если ты не будешь заботиться о родителях, то придется государство не заботиться. О могилах вы имеете в виду? О могилах, да? Не. Ну не о могилах, ладно. О могилах, конечно. Могилы родителей могут служить тем же якорем, которым служат дети. Слава, ты знаешь, что более патриотично, когда справляются дети, или когда у тебя могил родительство. Появляются, да? Ну, у каждого ребенка есть дети, поэтому нельзя стать более патриотичным. Наоборот, можно стать, наверное, менее патриотичным от смерти отца. Вы можете, наконец-то, оставить его. Так-то его оставить нельзя, надо с собой забирать. А так можно уже оставить. Или наоборот, нельзя оставить. Нет, благодарность, все вот эти вот дела. Да, ну да, вы говорите об одном и том же. Смотрите, уважение к родителям формирует или формулирует в конце концов уважение ко всем предкам. А уважение к предкам это, в конце концов, уважение к государству, потому что государство это государство предков. В смысле земляцов. Если уважение к государству связано с уважением к предкам, а уважение к предкам с уважением к родителям, что для патриархального государства абсолютно логично, то возникает вопрос. Помните, развращение заключается в чем? В чем развращение молодежи? Если у этого зуба в корне лежат и родители, и государство, и боги, то когда вы этот зуб вырываете, вы вместе с ним вырываете и родителей, и государство, и богов. С какой бы стороны вы не взялись за развращение молодежи, будь то неуважение к отцам, будь то неуважение к законам государства, или будь то атеизм в кавычках, вы все равно затронете все три темы. Поэтому мы уже немножко больше понимаем, в чем состоит развращение молодежи. Хорошо. А ведь если люди сочтут... Тлохо. Ведь если они. Это очень важно. В оригинале непонятно, кто они. Боги или люди. Потому что в прошлом предложении речь шла и о тех, и о других. Ведь если они... Ведь если они сочтут тебя неблагодарным к родителям, то никто не будет рассчитывать на благодарность тебе за свое добро. Хорошо. Если у вас нет вопросов по этой главе целиком, мы сможем перейти к следующему. Разговор с Хирея. Кратом о братской любви. Угу. Значит, в 1.2.48 указаны те соратники Сократа, которые жаждут блага. С рядом с ними указан и, собственно, как вы помните, Хирефонт. Вы помните, как называется Хирефонт в облаках, и как он называется в Горгии и Хармиде. Поэтому, когда говорится о Хирефонте и Хирекрате двух братьев, вы понимаете, чего мы от них ждем. Сократ заметил однажды, что его знакомый Хирефонт и Хирекрат, братья ссорятся между собой. Увидев Хирекрата, он обратился к нему с таким вопросом. И снова мы видим, что Сократ не обращается к своему ученику или товарищу Хирекрату, человеку, занимающемуся философией или софистикой. Сократ обращается к Хирефонту, прошу прощения. Сократ обращается к его брату Хирекрату. Скажи мне, Хирекрат. Смотрите, сразу вопрос. Почему он обращается к Хирекрату, а не Хирефонту? Потому что, раз он занимается философией, наверное, он прав, повесил вас. Я специально напомнил вам, как он называется в облаках Хармиде и Горгии. Он называется помешанный. Он сумасшедший. Он невменяемый. Вот. Смотрите, хотя в самом начале Ксенофон говорит нам, что Сократ может убедить любого в чем угодно. Мы видим, что это не так. К Сантипу он убедить не может точно ни в чем. К Хирефонта он тоже, видимо, не может убедить. И мы никогда не видим, чем заканчивается его убеждение по отношению к его друзьям. Мы даже не видим, чем они закончились по отношению к Лампоклу. Все правда разрешилось, он стал любить свою мать и приносить ей всевозможные дары и проявлять уважение. Или все осталось как есть. Сократ не может убедить Хирефонта, поэтому он обращается к Хиреекрату. Скажи мне, Хиреекрат, ты, конечно, не принадлежишь к числу таких людей, которые считают деньги чем-то более полезным, чем братьев. И смотря на то, что деньги вещи разумные, неразумные, а брат существо разумное. Что деньги нужны, что деньгам нужна помощь, а брат сам может помогать. Что, кроме того, денег много, а брат один. Странно еще и то, когда человек... Заметьте, как Сократ решает проблему. Проблема решающая. Если он сейчас остановится на знаке вопроса, что он может ответить ему Хиреекрат? Брату должен помогать. Нет. Что может ответить ему Хиреекрат на вопрос, деньги или брат? Нет. Конечно, поэтому он не останавливается. И это превращается больше в монолог, чем в диалог. Когда человек в братьях видит ущерб для себя от того, что он не владеет имуществом братьев, а в согражданах не видит ущерба от того, что не владеет имуществом сограждан. Заметьте, что братьев во множественном числе. Напротив, в последнем случае люди могут сообразить, что лучше жить со многими и безопасности, иметь достаточные средства, чем жить одному и с опасностью владеть достоянием сограждан. То есть лучше жить без брата в городе, чем с братом вне города. Да. А у Хиреекрата, у них не было какого-нибудь еще третьего брата, нет? В том-то и дело, что их только двое. Поэтому в самом конце Сократ начнет их сравнивать с руками и глазами, которых по определению всегда только два. А вы должны будете, и мы зададимся обязательно вопросом, а разве не может быть такого, чтобы было три брата? Вот как, например, у сына Сократа, Лампрокова. У него же два брата, и, соответственно, их всего три. Почему же они ни руки, ни глаза? Ну, давайте дальше. Когда дело касается братьев, тоже самого не понимают. А слуг ты может покупать, чтобы иметь работников, и друзья приобретают ввиду того, что нужны помощники. Смотрите, вопрос, почему жить с согражданами лучше, чем с братом? Почему жить в городе лучше, чем с одним братом? И уже был намек на ответ на этот вопрос. Потому что сограждане не претендуют на твое имущество, а брат претендует. А в том-то и проблема, что когда Херекрат скажет, что он младше, и, соответственно, намекнет, что вся инициатива должна принадлежать старшему брату. Потому что старший все получает первой, и старший все делает первой. Сократ должен будет опровергнуть этот абсолютно патриархальный обычай и вынужден будет придумать объяснение, почему младший должен все делать первым. Так он придумал? Придумал, да, да, да. То есть, смотрите, Сократ обращается к Херекрату, потому что не может обратиться к Херекрату. Возникает гигантская проблема. Херекрат старший, Херекрат младший. Значит, все должен делать Херекрат. Поэтому, когда Сократ обращается к Херекрату, ему придется отвергнуть патриархальный обычай. То есть, это, еще раз, это снова история о развращении. Ну, примирите, это же наши патриархи наступки. Но кто первый? Смотрите, смотрите, смотрите. Естественно, в нормальном обществе старший, в патриархальном обществе, старший всегда делает все первым. В этом-то идея. Поэтому, когда Сократ убеждает, что... Смотрите, если младший должен идти на уступки первым, то кто должен получать наследство первым? Младший тогда будет первым. Вот именно. Именно поэтому старший все должен делать первым. А если все делает первым младший, то он и принимает на себя обязанность старшего и становится наследником. Только на братьев не обращают внимания, как будто из сограждан выходит друзья, а из братьев не выходит. А между тем для дружбы большое значение имеет происхождение от одних родителей и совместное воспитание. Ведь даже у животных есть какая-то врожденная любовь к тем, которые с ними вместе росли. Заметьте, к тем, которые с ними вместе росли, а не к родным. Кроме того, все люди больше уважают тех, у кого есть братья, чем тех, у кого их нет, и меньше на них нападают. Тут Хирикрат сказал, смотрите, с одной стороны, люди как звери чтят тех, с кем растут, любят тех, с кем растут. С другой стороны, интересный момент, почему люди не нападают на тех, у кого есть братья? Брат придет и напостеляет за брата. Потому что их меньше, все правильно. Это никак не связано с братством или братскими связями, это связано с количеством. Тут Хирикрат сказал, да, Сократ, если причина раздора не важная, пожалуй, брату надо относиться с терпимостью и не бежать от него из-за пустяков. Действительно, как и ты говоришь, брат сокровище, если он таков, каким ему следует быть. Но когда у него нет никаких качеств нужных для этого, и он представляет собой полную противоположность этому идеалу, то зачем же браться за дело невозможно? Да, Хирикрат как сантипа, он невыносим, он безумен. И Хирикрат как рациональный человек понимает, что нечего иметь с ним дело. Сократ на это ответил. И что же Хирикрат? Хирикрат не может понравиться никому, как он не нравится тебе, или же есть люди, кому он не очень даже нравится? Кому он очень даже нравится. Кому же он может понравиться сумасшедший? Конечно, именно поэтому Хирикрат и Сократ тусуются вместе. — Поверь мне, — Сократ отвечал Хирикрат, — потому у меня есть основания его ненавидеть, что другим нравиться он может, а мне, где бы он ни был, везде он делом и словом приносит скорее вред, чем пользу. — Итак, помните, что нравится — это делать услуги, а не нравится — приносить вред. — Кто не знает, как обращаться с лошадью и берется за это неумеючи, тому она приносит вред, — сказал Сократ. — И дальше Сократ включает, если вы читали «Экономику и экономического искусства», — что то, с чем вы умеете обращаться — то ваша собственность. То, с чем вы не умеете обращаться — то не ваша собственность... Так и бывает, что и брат приносит вред когда не знаешь, как обращаться с ним не берешься за это неумеячи. — Неможели я не знаю, как обращаться с братом — возразил Хирикрат. — А когда я умею и на доброе слово отвечать добрым словом, и на доброе дело добрым делом. Херикрат уверен, что обращение с братом ничем не отличается от обращения с любым другим человеком. Ты ему услугу, он тебе услугу. Справедливость и благодарность. Но кто старается мне делать неприятности и словом, и делом, тому я не мог бы отвечать ни словом, добрым, ни делом. Да и пробовать даже не стану. Тут Сократ сказал. Как странно ты говоришь, Херикрат, будь у тебя собака при стаде хорошая, которая к пастукам ласкалась бы, а при твоем приближении огрызалась, ведь ты не стал бы сердиться на нее, а старался бы приучить ее подачку. Смотрите, почему ты не стал бы сердиться на собаку, которая охраняет твое стадо? Не то, что она хорошо. В чем? В том, что она делает. В охранении стада, естественно. Она тебя не узнает, и она пытается тебя как чужого загрызть. Это очень хорошо. Это хорошая собака. Это собака, которая хорошо делает свое дело. Если она тебя... Нет, смотри, не-не-не. Понятно, что она не узнает своего хозяина. Потому что вы... Правильно, она должна не от всех. Да, 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 да. Но она плохо делает свое дело. Не-не-не, она хорошо делает свое дело, она должна охранять от чужих. Но так как это ваше стадо, и вы для него чужой... Ну, в смысле, не имеется в виду, что Хелефонт сам держит это стадо. У него есть пастухи, и у пастухов есть собака. Поэтому, когда он к ним приходит, она, естественно, его не знает. Они его знают как хозяина, а она-то не знает. Да, да. То есть собака хорошо делает свое дело, поэтому, чтобы с ней договориться, нужно к ней приваскаться. Вопрос. Какое дело делает брат? Иными словами, мы не станем сердиться на собаку, которая гавкает за забором, потому что мы понимаем, что она выполняет свое дело и делает его хорошо. Какое дело делает брат, чтобы стать хорошим братом? В чем заключается цель существования брата, как брата, а не как человека, как гражданина, отца, мужа и так далее? Поддержать или услужить как... Другому брату. Старшему. Нет, ну, проблема в том, что Хелефонт старше и Хелефонт младше. Другому брату. Любому другому брату. То есть, цель брата это услужить брату. Хорошо, еще какие-нибудь версии есть? Отомстить в том случае, если вдруг другому брату не проскаляли. Отомстить. И больше. А то есть, никто другой не может этого сделать? То есть, вы не можете организовать партию или сиситию, или фратрию, этого не бывает? Здесь больше доверия, что там... Доверие? Нет, подождите, какова цель... Старший брат к младшему, это как, не знаю, как мини-отец такой. Тоже как бы... Походный. Наследство можно ставить? Да. С функцией отца ставить наследство. Нет, наверное, кто из них будет возвращать долг матери? В таком плане. Кто из них будет... В смысле, когда один из них умрет? Нет, просто... Разве они не оба? Смотрите, она ведь к ним обоих, она их обоих рожала, кормила, холила, лелеяла. Значит, оба и должны будут возвращать. Было бы странно, если бы вы ласкали одного человека и потом второго, и только один из них такой, я за двоих верну. Нет. И так, какова же цель брата, как брата? А еще старшего брата приглашаешься. Да, да, да. Давайте пока без старшего и младшего. Давайте пока защитить. А может... А, нет. Плечом. Нет, они на войну идут вместе. Да. Другу помогать на войне. Другу помогать. А в миру не надо помогать. Старший брат. если они оба идут на войну, а кто потом долг отдавать? Нет. Вот хороший вопрос. Это к тому, что надежды матери на высшую космическую справедливость они не всегда оправдываются, да? Мы все плохие сыновья и дочери. Да. Ну, чего, нет никаких других вариантов? Ну, помимо... Но, очевидно, если есть функция брат, значит, у этой функции есть цель. Не может существовать ничего бесцельного. У ребенка есть цель, да? Мать рассчитывает на ребенка, да? В каком-то моменте. Нет, смотрите, у человека есть цель. Брата не рассчитывает. А вот вы говорите, что рассчитывает защиту какую-то предоставлять. Но это не обоснованно. Оно само по себе не обоснованно. Если мать изначально вкладывается еще до рождения ребенка, у этого ребенка, то есть, как бы, формально она уже вкладывается, то братья-то как друг к другу вкладываются, чтобы... Вот, хороший вопрос. Тогда что их связывает вообще, если они никак друг друга не вкладываются? Может быть, если один умрет, то наследство перейдет друг другу? Нет, но... Это понятно, но это наследство отца, да? Да, да. Вот мне нравится ваше замечание, сейчас, заключающееся в том, что на самом деле кровь – это не связь. И снова мы видим, как сократ подрывает патриархальное общество тогда. Да, еще какие-нибудь варианты? Я только раз расскажу, что сократ для того, что это ничего не должно означать, что мы там... Да, естественно. Может, старший врач должен это обеспечивать исполнение долга младшего? Долга перед кем? Перед государством? Это должно делать государство. Перед отцом? Перед матерью. Перед матерью? Это она должна сама делать, а не естественно. Это должен делать отец и мать. Он же не родитель, в смысле, он не может приказывать. Мне нравится идея подрыва авторитета, тогда получается, он подрывает авторитет с двух сторон. Во-первых, кровная связь – не связь, а во-вторых, кровная связь старше-младше на самом деле не имеет значения, младший может делать ровно то же, что делает старший. Сами просто сказали, что у брата есть какая-то функция. Мы вам не смогли ее найти. Ну и Сократ тоже. А, Сократ сказал, что ее нет. Нет, смотрите, Сократ не может сказать, что ее нет, потому что он пытается убедить Херекрата следовать за Херефонтом. Но вы не должны путать досужий разговор с философской беседой. Для них это досужий разговор, для нас это философская беседа. Естественно, мы делаем выводы, которые Сократ не делает, но на которые ксенофонд намекает. Да. Смотрите, у родителей, получается, у них появляется два мальчика, да? Да. И, естественно, отцу приходится накапливать наследство уже для двоих. Да. Да. Деньги больше, чем было бы для... Смотрите, пример Сократа показывает, что вообще необязательно. Более того, отец это тот, кто не заинтересован ни в чем. Ему должно быть плевать на своих детей. Накопление заключается в том, что он не получит благодарности, пока не умрет, а значит, не получит ее вообще. Нет, я имею в виду, что у братов есть... Почему? У них есть выгода из того, что они кровные. То есть... Наоборот, это не выгода, а убыток. Если бы у вас не было брата, вы бы получили в два раза больше, чем если бы он у вас был. Ну, смотрите, в случае, если мой старший брат умрет, наследство его достанется мне. А вы смотрите, допустим, если бы я была одна... Нет, смотрите, мы не говорим о смерти старшего брата, мы говорим о смерти отца. Ваше наследство это смерть вашего отца. Если вас двое, ваше наследство будет разделено пополам. Так что, брат, это не выгода, а убыток. Потому что, если бы вы были одни, вы бы получили наследство целиком. Давайте... Да, конечно. Как выглядит сумасшедшая древняя грязь? Нет, даже не так. Сумасшедшая, по мнению Сократа... Как его представлять? Нет, мы знаем, что херефонта называют херефонт помешанный или херефонт невоздержанный. Но что конкретно за этим стоит, мы не знаем, потому что о херефонте практически нет никакой информации. Кроме одного момента. Он был демократ. Никто среди классических политических флоссов не был демократом. Херефонт был. Я бы предположил, что сумасшедший на то время это тот человек, который не следует законам пользы. Например, Сократа. Нет, 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 нет. Вы можете говорить об общем смысле, но человек, который отрицает авторитет, это преступник, а не безумный. Нет, смотрите, в Афинах существует закон, согласно которому, если вы докажете безумие собственного отца, вы можете претендовать на наследство еще при его жизни. Поэтому безумие это легальный термин. Когда херефонта называют помешанным или невоздержанным, подразумевается, что он доходит до крайностей, неразумных крайностей в каких-то моментах. И я намекаю вам в каких. Да, может быть вопрос не совсем с братьями связанным, но если вы сказали нравится, значит делать, ну, пометентому, чтобы делать услугу. Да, чтобы нравиться человеку, вы должны, да. Ну, вот, да, Сократа, какие-то красавцы, которые нам нравятся, они же нам нравятся, но они нам еще ничего не делают. Ох, хорошее замечание. Если вы откроете пир, вы увидите, как Критабур, называющий себя красавцем, наоборот, скажет, что красавцы первые делают все. Кроме того, помните разницу между благом и прекрасным. Акции вам нравятся, потому что они прекрасны, но они действительно не сделали вам благо еще. А речь идет именно о том, чтобы нравиться, как в ходе услуги, то есть что-то сделать. Давайте, давайте дальше. Что же касается брата, то ты сам говоришь, что он великое сокровище. Если он по отношению к тебе таков, каким ему следует быть, и сам ты признаешь, что умеешь быть любезным и на деле, и на словах, ты все-таки не пробуешь придумать средства, сделать его по отношению к себе, возможно, более хорошим. Сократ обвиняет Хирикрата. Если есть люди, которым Хирифонт нравится, значит, Хирифонт умеет делать услуги. Он не социально не адаптирован. Он социально адаптирован. Почему мы задаемся тогда вопросом, Хирифонт не делает услуги своему брату? Почему он не хочет нравиться своему брату? Он не выгоден. Не выгодно. Вот Сократ как раз пытается доказать, что выгодно. Быть вдвоем, чем одному. Ну хорошо, давайте, давайте посмотрим, что дальше. Хирикрат сказал, «Боюсь, Сократ, у меня не хватит ма, чтобы сделать Хирифонт по отношению ко мне таким, каким ему следует быть». А между тем, отвечал Сократ против него, как мне кажется, нет надобности придумывать каких-нибудь хитрых, необыкновенных средств. Думаю, его можно завоевать такими средствами, которые ты сам знаешь. Так что, он будет очень дорожить тобой. «Говори же скорее», сказал Хирикрат. «Уж не заметил ли ты, что я знаю какое-нибудь средство возбуждать любовь, Хирикрат уверен, что он сделал все от него зависящее и что только что-то необычное может действительно впечатлить брата и сделать его своим союзником. И это действительно необычное, потому что, когда Сократ скажет, ты должен подорвать авторитет старшего, чтобы старший тебя полюбил, это, конечно, немного необычная штука». «Скажи мне, отвечал Сократ, если бы ты хотел добиться того, чтобы кто-нибудь из знакомых принося жертву всякий раз приглашал тебя на обед, что стал бы ты делать? Разумеется, я сам первый бы стал приглашать его, когда приношу жертву». «Ну, естественно, принцип справедливости, то есть благодарности в ответ на услугу, он как бы является универсальным». «А если бы хотел от какого-нибудь друга своего получить согласие смотреть за твоим имуществом во время твоих отлучек из города, что стал бы ты делать? Разумеется, я брался бы первый смотреть за его имуществом во время его отлучек». «И заметьте, что эти услуги должны быть абсолютно равнозначными, в смысле одинаковыми, потому что иначе невозможно оценить их ценность». «А если бы хотел устроить так, чтобы кто-нибудь, живущий в другом городе, принял тебя, когда ты приедешь в его город, что стал бы ты делать? Разумеется, его я первый стал бы принимать, когда он приезжает в Афины. Если бы хотел, чтобы он с охотой хлопотал для меня о деле, ради которого я приехал, то, разумеется, мне пришлось бы самому первому и это для него сделать. «Видно, ты давно знаешь, что на свете средства возбуждать любовь. Только ты скрывал это. Или ты не решаешь, что сделать первый шаг, чтобы не унизить своего достоинства, если первый станешь брату делать добро?» «Да, решающий момент. Сократ доказывает Хеликрату, что разницы между братом и любым другим человеком не существует. Иными словами, что брат не особенный, что брат ничем не отличается». «Между тем, считается достойным величайший похвал тот, кто первым врагам делает зло, а друзьям добро». Помните, что это такой классический и самый простой способ выражения справедливости. Возникает вопрос, кто первым друзьям делает добро? Мы говорим сейчас об услугах. Когда появляются друзья, иными словами, вы решаете, что человек становится вашим другом, и вы делаете ему добро, потому что делать первым другу добро – это здорово. Или ваш друг появляется в ответ на сделанное ему добро. И это его реакция. Когда появляются друзья? В ответ. В ответ. То есть, когда вы делаете добро человеку, он еще не ваш друг. И лишь когда он отвечает на это добро, он становится вашим другом. То есть, если не сделать добро, он автоматически перестанет быть другом? Нет. Получается, что дружба – это только передача друг другу блага, добра. Да, услужение друг другу, да, конечно. Ну, я не могу говорить. Хорошо. А для этого не эгоистично. А? А для этого не эгоистично. Нет, нет, нет. Это не эгоистично или цинично. Сократ пытается воспитать определенный тип людей. Вы услышите здесь ключевое слово сквозь всю эту книгу – полезность для города и для друзей. Такие люди, как Хирикрат, такие люди, как Лампрокол, такие люди, как Критон и Критабул должны быть полезны друзьям и городу. Это лучшее, на что они способны. Соответственно, если он пользу не извлекает из своего друга, то значит… Да, естественно, естественно. Но не становятся ли они тогда врагами сразу? Если вы считаете человека своим другом, вы должны первым делать ему добро. Если вы считаете человека своим врагом, вы должны первым делать ему зло. Должен ли отвечать он злом на зло? Является ли справедливым ответ зло на зло? Ну, только подошли к правилам. Ну, о чем и речь, да. Точно так же, как справедливым является ответ добро на добро. Справедливость – это контракт. Ты мне, я тебе. Хорошо, давайте продвигаемся дальше. Извините, что понравился человеку, необходимо сделать ему добро так. Разве что понравился человеку, необходимо, чтобы он тебе добро сделан. Чтобы вы понравились человеку, вы делаете ему добро. Чтобы он вам понравился, он делает вам. Вы очень быстро столкнетесь в повседневной жизни с тем фактом, что люди будут ругать или хвалить других людей в зависимости от того, играют ли они им на руку или против них. Часто будут люди, которые хорошо делают свое дело, но которые все равно никому не нравятся, просто потому, что делая свое дело, они заставляют других что-то делать. А помните, труд это зло. Хорошо. Если бы я считал Херифонта более способным, чем тебя, проявить инициативу к этому сближению, я попробовал бы его убедить, пытаться сделать первый шаг в сближении с тобой. Заметьте, Сократ объясняет нам, что убедить Херифонта невозможно, и поэтому он обращается к Херекрату. Мне кажется, если бы ты взял на себя инициативу, скорее устроил бы это дело. Вот Херекрат сказал. Какой абсурд! Да, смотрите, и Херекрат восклицает, потому что это безумие. Если он делает что-то первой, значит, он принимает на себя роль старшего. Совсем не в твоем духе, Сократ. Ты советуешь мне, младшему, взять на себя инициативу. Херекрат думает, что знает, что Сократ всегда следует обычаям. Поэтому, когда Сократ предлагает ему уничтожить обычай, Херекрат, конечно, сходит с ума. А между тем, везде на свете принято наоборот, чтобы старший был инициатором, во всяком случае, идей. Снова задаемся вопросом, почему Сократ не идет к Херифонту? Когда бы это был естественный ход, то он знал, чтобы он нашел. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Херекрат об этом знает? О чем? В том, что надо соответствовать обычаю? Нет. Ну вот и вопрос. Настолько ли он самошедший, настолько ли самошедший считает его Сократ, что не идет к Херекрату, а идет к Херекрату? Не-не-не-не, но попробуйте, смотрите, о чем идет речь? Речь идет о следовании обычаю. Что делает Сократ? Идет против. Сократ развращает Херекрата. Почему он не идет к Херифонту помешанному? Потому что он уже развращен, и нет смысла развращать его дополнительно. У Сократа есть миссия, и эта миссия требует, чтобы он развращал молодежь. Но какую молодежь можно развращать? Не развращенную. Развращенную молодежь развращать нельзя. Поэтому, если Херифонт уже развращен, а очевидно, раз он помешанный, то он уже развращен, надо идти к его брату и развращать его брата. Что Сократ и делает? Как так возразил Сократ? Разве не принято везде, чтобы младший при встрече уступал старшему дорогу? А если он сидит, чтобы вставал? Чтобы знак уважения отдавал ему мягкую постель? Чтобы при разговоре предоставлял ему первое слово? Нет, дорогой мой, оставь свою нерешительность, попробуй смягчить его, он очень скоро откликнется на зов твой. Разве ты не видишь, как он чисто любив и благороден? Подлых людишек не привлечешь ничем, так как подачка какой-нибудь людей благороден. Подлых людишек не привлечешь ничем так, как подачка какой-нибудь. А людей благородно, скорее всего, расположить в себе ласковым обхождением. Смотрите, разница между плохими людьми и хорошими заключается в том, что первые меркантильные, а вторые тщеславные. Мы уже говорили с вами о роли тщеславия и меркантильности, когда обсуждали принцип космической справедливости. Тогда Хирик рассказал, а что если, несмотря на мои старания, он нисколько лучше не станет? И смотрите, Хирикрат уже готов сдать обычай. Он уже готов развратиться. Его волнует только одно. Что если это развращение ни к чему не приведет? Что если оно не достигнет цели? То есть Хирикрат готов поверить в то, что цель оправдывает средства. И что средство, которое он выбрал, уничтожение обычая, подойдет. Решающий вопрос. Сработает ли оно? И Сократ должен, следовательно, убедить его в том, что сработает. Или сделать что-то другое. Ну что же, отвечал Сократ, ты рискуешь только тем, что покажешь себя человеком порядочным и любящим брата. Он покажет себя человеком скверным и недостойным благодеяний. Но на мой взгляд, ничего этого не будет. Я думаю, он заметил с твоей стороны вызов на это состязание. Будет изо всех сил соперничать с тобой в том, чтобы произойти тебя добротой на словах и на деле. Помните, что Хирикрат несколько раз повторил на словах и на деле. И Сократ сейчас повторяет за ним на словах и на деле. Чего не хватает? Это ведь не двоица, это триада. Что третье? Слово, дело. Мы уже это обсуждали. Слово, дело и мысль, конечно. И смотрите, Хирикрат жалуется. Он меня обижает словом и делом. Помните, что Ксантипа не обижает мыслью своего сына. Она обижает его словом и делом. Но любит его. Так же и тут. Но тут-то все ровно наоборот. Сократ говорит, он продолжит тебя ненавидеть. Но из желания тщеславия должен будет словом и делом отвечать тебе добром на добро. А ведь именно это тебя и заботит. Слово и дело. Не важно, что он думает. Важно, что он говорит и делает. Мы, естественно, помним, что в апологии Сократа Сократ примерно то же самое говорит о толпе. Когда он говорит, вы цените только дело. И если мы обращаемся к современникам, мы видим, что если вы входите в политику или обращаете внимание на политику, очень часто вы слышите идею о том, что решающим в политике является дело. Мы не говорим, мы делаем. Делами мы показываем то, значит, насколько мы хороши и так далее. Для философии дело играет минимальную роль. Слово чуть побольше, а мысль величайшую. Для политики все ровно наоборот. Мысль играет минимальную роль, слово среднюю и дело максимальную. Даже в этом философия и политика не сходятся между собой. Теперь продолжал бы он, находясь в таких отношениях друг к другу, как если бы руки, которые Бог создал для взаимной помощи, пренебрегли. И заметьте, как меняется аргументация. Все, мы заканчиваем. В смысле, мы заканчиваем обсуждать тот факт, что Хелефонт в данном конкретном случае просто является чистолюбцем. Мы переходим к телеологическому аргументу, который говорит нам, что все создано с определенной целью. Руки созданы, чтобы помогать друг другу. Глаза созданы, чтобы помогать друг другу. Сколько и тех, и других? И тех, и других по двое. И, соответственно, братьев тоже двое. Понятно, что брат не может быть один. В смысле, если вы один, то вы явно не брат. Но ведь братьев может быть больше, чем двое. Пренебрегли этим назначениями и обратились ко взаимной помехе. Или если бы ноги, созданные по Божьей воле для взаимного содействия, забыли бы об этой цели и стали препятствовать одна другой. Разве не было бы верхом глупости или даже безумно употреблять в обряд то, что создано на пользу? И дальше, 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 самое интересное. А братьев, мне кажется, Бог создал с целью больше взаимной пользы, чем руки, ноги, глаза и другие органы, которые Бог создал людям парами. Бог создал людям парами. Братьев Бог создает парами. Он не создает их больше, чем подвое. Так, если бы рукам понадобилось работать одновременно над предметами, находящимися на расстоянии больше сажения, они не могли бы этого делать. Но ноги не могут одновременно ступить на места, утоленные одно от другого даже на сажение. Глаза, которые, по-видимому, охватывают очень большое расстояние, не могут видеть даже у предметов еще более близких, одновременно переднюю и заднюю стороны. Но братья, если дружны, даже на большом расстоянии, действуют одновременно и притом на пользу друг другу. Этого достаточно. Последнее, что говорит нам Сократ, это тот факт, что братья действуют ради пользы. В любом случае, в любом деле действие аргументируется или определяется именно пользой, которую оно приносит. Хорошо. Есть ли у вас какие-нибудь вопросы по этой главе или мы прервемся на перерыв? Все, прервемся на перерыв.